Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Когда строительная площадка становится похожа на свалку, муниципальный контроль принимает меры к нарушителям правил благоустройства. За детство счастливое наше. В Анапе открылась новая детская площадка с горками и мини-аттракционами. А сейчас обо всем подробнее. В день Конституции России в администрации Анапы прошел расширенный прием граждан. Обратиться к мэру и его заместителям со своим вопросом можно было без предварительной записи и в течение всего дня. А на пчани не упустили эту возможность, ходатайствую за себя лично и ратую за благополучие родного города. А самым важным в нашем сюжете. Отремонтировать дорогу с такой просьбой пришла на прием главе Анапы жительница хутора Верхних Анчикрак. Наталья Белихова рассказала Сергееву, что путь к нескольким домам по улице Светлой после дождя представляет собой месиво из грязи. Проехать сложно, не то что пройти. В этом году мы будем делать дорогу. Мы купили себе тяжелый греймер специально. Как раз по этим проблемным участкам он и будет ходить. Обеспечение комфортных условий для маломобильных граждан – вопрос, который не сходит с повестки дня в администрацию курорта. Прозвучал он и в общероссийский день приема граждан от Людмилы Комаровой. В учреждениях культуры, образования, спортивной школе, библиотеках, в таких вот местах, которые могли бы служить для инвалидов, помогать им развиваться. Хотелось бы такой вопрос вам задать. По всей России с 2011 года по 2020 реализуется государственная программа «Доступная среда». Как у нас в Анапе дела обстоят. Эту работу надо начинать с простого, но очень важного момента, считает мэр Анапы. Прежде всего, поменять отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Создание доступной среды на социальных объектах – задача власти. Но и социальную ответственность бизнеса никто не отменял. Комфортным город должен быть для всех. Разнообразить культурную жизнь на селе – об этом шел разговор главы, жительницы Виноградного Раиса Изопольской. О том, что праздник должны чувствовать не только горожане, но и жители сельских округов, глава Анапы напоминает едва ли не на каждом планерном совещании. Поэтому с доводами Раисы Николаевны Сергеев полностью согласился и пообещал обратить внимание подчиненных на ее вопрос. Ольга Миносян подняла вопрос строительства аптеки в рассвете. Тема проблемная, отметил глава, но в то же время озвучил ряд предложений, как ее можно решить. Если будет содействие со стороны бизнеса, то открыть небольшой аптечный пункт в селе возможно. 24 человека принял мэр Сергеев 12 декабря. Большинство из них – жители сельских округов. Освещение, дороги, ремонт тротуаров, благоустройство, имущественные проблемы. На каждый вопрос заявители получили разъяснение и ответ. Специалисты Управления муниципального контроля в ходе очередного рейда обнаружили свалку строительного мусора. Беспорядок в районе Восточного рынка обязали убрать. А по факту нарушения правил благоустройства города-курорта составили протокол. Доски, трубы, стройматериалы, куски полиэтилена и другой строительный бытовой мусор не самый лучший ландшафтный дизайн городской среды. Строительный участок по улице Тургенева напротив Восточного рынка выглядит непрезентабельно. Специалисты Управления муниципального контроля регулярно совершают объезд города-курорта и выявляют подобные объекты. В ходе осуществления сотрудниками Управления муниципального земельного контроля выявлен земельный участок, который находится в антисанитарном состоянии, захламлен бытовыми и строительными отходами. Ограждение участка находится в ненадлежащем состоянии. То есть, как вы видите, забор покосился, не покрашен. Будет составлен административный протокол по закону Краснодарского края. С прибывшим на место представителям собственника земельного участка проведена профилактическая беседа. Штраф за нарушения составит от 300 до 2500 рублей. Мусор обещали вывезти и забор исправить. Город готовится к новогодним праздникам. Всем собственникам стоит обратить внимание на свои участки и привести их в порядок, чтобы город встречал Новый год во всей красе, чистым и опрятным. В Анапе в сквере Гудовича открыли новую детскую площадку. Качели, яркие горки и мини-аттракционы презентовали на прошлой неделе. В день открытия и выходные дни новая площадка ожила. Десятки детских голосов и звонкий смех лучше всяких слов подтверждают. Площадка пришлась по душе маленьким анапчанам. Все лучшее детям. Под таким девизом прошло открытие новой детской площадки. Яркие игровые конструкции, качели, горки сразу понравились детворе. Довольные дети, счастливы родители. Дети просятся на улицу, на площадку. Стали меньше времени проводить у телевизора. Больше бывают на улице. Я шла домой и видела, что уже строится площадка игровая. Городок детский. Мне очень это понравилось. Я, когда зашла домой, быстро это рассказала маме. Прям потянула ее, чтобы она посмотрела на эту площадку. Мне очень-очень нравится кататься на качелях, карусели и горке. Очень нравится эта игровая площадка. Проект площадки делали вместе, чтобы детям было комфортно и интересно. Фирма «Анапастройдизайн» помогала в разработке проекта. Они знают, что нужно детям. Занимаются детскими спортивными площадками 32 года. Опыт большой. Главное наше преимущество в том, что у нас производство в Анапе. Это одна из фирм, которая имеет производство здесь. Поэтому мы по первому требованию что-то сломались. Ну дети есть, дети же. Верно же ломают. Сломалось что-то. Позвонили, мы приехали, заменили. Депутат избирательного участка Вера Севрюкова подчеркнула, взрослые должны сделать все, чтобы дети росли в чистом, красивом городе. Чтобы выходили из дома и играли на красивых детских площадках. Дышали свежим воздухом, общались с друзьями. Кроме того, такая площадка – это еще и отличная возможность развиваться физически. Любовь к активному образу жизни нужно прививать с детства. Сегодня мы открыли прекрасную площадку. Это был наказ избирателей. Мы долго к этому шли, но в конце концов за два года все наказы у нас выполнены. Спасибо администрации, особенно Сергею Павловичу, что он в этом помог. Очень настойчиво взялись за этот год. И вот к Новому году такой прекрасный подарок. Площадка уже стала местом для общения и знакомств не только для детей, но и для родителей, бабушек и дедушек. Нет ничего приятнее для родителя, чем видеть своего ребенка довольным и счастливым. Новогоднее настроение ручной работы в творческом клубе литературной кофейни «Ат А до Я» прошел очередной воскресный мастер-класс. В этот раз мастер-художник Юлия Воробьева рассказала и показала, как из простых природных материалов сделать оригинальный новогодний подсвечник. Подробности далее. Хвойные ветки, шишки, декоративная газонная травка, природные материалы для подсвечника можно выбрать любые. Набор мастера Юлии Воробьевой в тему Нового года с хвойным ароматом. Может, это какая-то полынка экзотическая. Сегодня мы делаем подсвечник новогодний из природного материала. Начинаем с того, что берем металлическую основу для подсвечника. Она у нас белая, и чтобы не проглядывала, чтобы она была в том природном материале, мы ее покрасим коричневым. Берем акриловую коричневую краску и вот таким движением наносим. Прямо плотненько, да? Сначала красим в основной цвет жестяную основу. У нас эту роль с успехом сыграла баночка одесского питания. На внешнюю сторону приклеиваем нарезанные заранее веточки. Приклеиваем заготовку на основание и украшаем. На этом правило завершаются. Вся дальнейшая работа исключительно вдохновение. Украшение подсвечника – дело рук художников и игры фантазии. Например, мы берем веточку, прикладываем. Если нам нравится, мы ее клеем фиксируем. Сверху еще одну. Для изготовления подсвечника вам потребуется жестяная основа, подставка. В нашем случае идеально подошел старый компакт-диск и декоративные штучки. Зеленые веточки, красные бусины, шишки и шиповник. Клей и краска. И главное – настроение. Час-полтора удовольствия творческой работы и все, нарядный подсвечник готов. А если таких сделать несколько, новогодний стол будет выглядеть и пахнуть особенно торжественно. Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству проходят и в Доме культуры Алексеевский каждый пятницу и субботу. Начало занятий в 17 часов. Каждое воскресенье творческий хановчан приглашает в литературную кофейню от Ада Яна улицы Астраханской. Начало в 12 часов. На следующем занятии 21 декабря в творческом клубе будут из обычной бутылки шампанского делать потрясающую. Продолжаем выпуск. Она поготовится к Новому году. На улице Горького сегодня развернулась рождественская ярмарка. О том, что можно купить и какие представлены здесь шедевры, расскажем завтра. А пока вносим свою лепту в создание новогоднего настроения. Продолжаем ежедневную рубрику с наступающим Новым годом. Каким запомнился уходящий год, рассказывают известные люди в Анапе и далеко за пределами. Спортивный комплекс был построен по инициативе «Единая Россия». И поэтому здесь всегда проходят соревнования краевого федерального уровня и наши муниципальные соревнования. Проходят на достаточно высоком уровне организационном. И я думаю, что уходящий год мы достойно проводим и встретим новыми результатами, новыми победами, новыми достижениями в спорте. Те, которые будут украшать и радовать наших жителей. И эти победы, я думаю, будут очень достойны в той плеяде звезд спорта города-курорта, которой мы принадлежим. Уважаемые анапчане, уважаемые мои коллеги, желаю вам в новом году как можно больше радости, семейного благополучия, достижения целей. Не унывать, бороться до конца, быть сильными, быть ловкими. Готовиться к ГТО, которое у нас сейчас внедряется. И я думаю, что вот тот спорт, который развивается в городе-курорте, мы еще всем покажем, что мы не только город-курорт, но мы и спортивный город. И все те достижения спорта, которые у нас здесь будут, они будут звучать не только в Краснодарском крае, но и в России. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Температура морской воды плюс 7 градусов. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. «Випарт» – клуб настоящих моделей «Випарт». «Випарт» – клуб настоящих моделей «Випарт».